МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброго дня! Доброго дня! Очередной весенний день подарил нам массу хороших впечатлений, но, тем не менее, мы продолжаем заданную на прошлой неделе тему конфликты. На сей раз управление конфликтами, точнее, если быть более полно, охватить эту тему. Сегодня мы будем говорить о техниках, о тех инструментах, которые можно применять для того, чтобы конфликт не раздулся во вселенские масштабы, для того, чтобы задавить его в самом зародыше, для того, чтобы мир сохранить в семье и даже на предприятии на всей Земле, в конце концов. Но я полагаю, что в этом нам поможет и сегодняшний гость. Да, сегодня в нашу выборку ваш доктор придет врач-эндокринолог и расскажет все о витаминах. Ух ты, как здорово! Ну, а шкатулка в вкусных рецептах полна не только рецептов, да? Весна, время худеть, поэтому сегодня мы с нашей гостью, которую вы увидите позже, приготовим жиросжигающий напиток. Превосходно! Скоро узнаем его содержание, но и сможем попробовать. Не переключайтесь. Ну, а сейчас я хочу объявить конкурс, в котором мы разыграем вот эту очаровательную шкатулку. Победителем станет тот, кто первый правильно ответит на вопрос, кто сегодня будет гостем в рубрике «Шкатулка вкусных рецептов». Даю подсказку. Это творческая личность, имя которой когда-то было связано с кулинарией. Угадали? Пишите сразу в WhatsApp 8-914-256-3756. И ждите, пока гостья придет к нам в рубрику, и посмотрим, кто это, и узнаем победителя. Как здорово! Слушайте, в ожидании этого замечательного момента, когда мы узнаем имя победителя, я уже готова пригласить в студию гостя Алена Школепа, наш бизнес-психолог, бизнес-тренер, человек, который знает о конфликтах и о мире все, ну и готов нам показать те техники. Мы в прошлый раз до них добрались и пальчиком потрогали. Я вот думаю, чего я села-то, надо сразу к станку. Давайте. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, у нас не так много времени, хотелось бы рассказать как раз про конфликт, потому что в прошлый раз мы так теоретизировали. Немножечко теории сегодня добавлю, потому что помните, в прошлый раз, кто смотрел нашу программу, я говорила о том, что есть разные стратегии решения конфликтных ситуаций. И, собственно, давайте с вами посмотрим, что это за стратегии. Сегодня у меня есть доска, и мы с вами наконец-то порисуем. Итак, когда мы решаем любые конфликтные ситуации, у нас есть две направленности, чьи интересы мы хотим учесть в итоге. Помните, как говорили, когда хочется так победить? Поэтому есть ориентация на себя, можно я так напишу, на себя, то есть на свои интересы и ориентация на другого, на интересы другого человека. И в связи с этим у нас рождается несколько стратегий, каким образом мы хотим решить конфликтные ситуации. И выглядит это следующим образом. Если мне не очень интересно сейчас соблюсти, не очень важно свои интересы, и соблюсти интересы другого, то как вы думаете, что происходит? Ну, не знаю. Да? Происходит уклонение. На самом деле, вспомните, дорогие наши дамы, когда мы начинаем ругаться на наших замечательных мужчин, они говорят, слушай, ты, я пошел. Я буду спать на диване сегодня в гостиную. Ну, тут уже дальше вопрос, насколько женщина, какую она стратегию выберет, и будет она либо его донимать, либо они оба уйдут в уклонение, и, собственно, решать конфликтную ситуацию не будет. Подождите, я не поняла, это в каком случае? Когда свои интересы блюдутся или другого? Когда ни свои, ни другого. Оль, абсолютно точно. Именно тогда, когда мне в данный сейчас момент вообще не важно ни свои интересы, ни интересы другого человека. Мне сейчас важно уйти от конфликта. Эта стратегия на самом деле имеет место быть, когда действительно какая-то опасная ситуация, или ваш оппонент накален, ему нужно успокоиться, смысла не имеет разговаривать вообще, тогда проще уйти, дать возможность успокоиться, чтобы дальше потом выбрать, как, собственно, мы будем общаться. Очень частая стратегия у нас в бизнесе, и вообще достаточно частое встречающееся решение конфликтных ситуаций, когда мне интересует только решение моих собственных интересов. Как вы думаете, что мы тогда делаем? Не знаю. Опять же. На самом деле здесь есть три термина аж, как это называется в разных. Это называется соревнование, называется конфронстация, называется... Представляете, а третье слово я забыла, да? Ну, то есть, когда мы соблюдаем, собственно, только свои интересы, тогда мы начинаем продавливать. Ну, просто продавливаем. Когда хороша эта стратегия? Когда нужно быстро решить ситуацию? Слушайте, когда пожар не до разговоров, да? Тогда ты берешь, несмотря конфликтную ситуацию, за шкирку выкидываешь, потом будете разбираться. Да? Либо тогда, когда действительно что-то очень важное, и у вас нет другого способа, и нет времени убедить. Тоже способ? Тоже способ. Ну, это какие-то два крайних способа, по-моему. Ну, пока нет. Крайний способ на самом деле есть, когда мы хотим соблюсти только интересы другого человека, и нам не очень важно свои. По разным причинам, почему это может происходить, но здесь происходит приспособление. То есть, мы приспосабливаемся, когда это имеет место быть. А разве это не называется компромисс? Спасибо, Оль. Про компромисс мы поговорим. Это называется приспособление. Это не компромисс. Компромисс, хорошо, раз уж вы про это заговорили, зачем я буду тянуть? Он находится посередине. Что такое компромисс? Когда учитываются интересы всех? Когда мы каждый чем-то жертвуем. Компромисс – это взаимная жертва. Так и быть. Я вынесу мусор, но за это ты меня с утра дергать не будешь. Я, как женщина, хочу его дергать с утра. Он, как мужчина, не хочет выносить мусор. Мы на взаимных каких-то там недопониманиях, но тем не менее мы договорились. Идеальная стратегия – это тогда, конечно, когда, конечно, учитываются свои собственные интересы и интересы другого человека. Это называется сотрудничество. Но чем плохая эта стратегия, как вы думаете? Не знаю, может быть, она уведет от решения проблемы? Во-первых, есть варианты, что, может быть, она будет решена совершенно не так, как предполагалось. А еще, как думаете? Без понятия. А еще потому что для того, чтобы вот таким образом решать конфликтную некую вообще ситуацию, да, и какую-то непростую ситуацию, нужно много времени. Потому что для этого нужно посидеть и посмотреть. Что такое компромисс? Это когда мы взаимно что-то теряем. Что такое сотрудничество? Когда мы взаимно дополнительно приобретаем. А для того, чтобы найти, что мы можем друг другу еще можем быть чем полезным, для этого надо посидеть и пообщаться. А это время. Так, в общем, все хороши. На самом деле все хороши в зависимости от того, какая ситуация. Но я вам в прошлый раз обещала сказать, какая есть техника, основная такая, да, работа в конфликтной ситуации. Опять же, повторюсь, если за вами бегут с топором, убегаем, не надо решать эту ситуацию, это совершенно не так. Если мы все-таки находимся с вами в общении, то как вы думаете, чаще всего, почему происходит конфликтная ситуация? С чего он начинается? По-разному. У кого-то даже гормональный фон мог прыгнуть. Замечательно. А что говорится в этот момент? Простите, весна. Вот, простите, весна и говорится. Отлично. Хорошо. Итак, когда к вам кто-то предъявляет какие-то претензии, есть уже конфликтная ситуация? Есть. Потому что это претензия. Но она потенциально есть. Но она начинается и развивается тогда, когда мы начинаем в нее входить и отвечать. Правильно? Правильно. Поэтому в любом случае у нас основные конфликтные ситуации происходят тогда, когда мы, А, первое, что не делаем? Сейчас пишу, что надо делать, но мы на самом деле делаем это редко. Первое. Мы нужно нашего оппонента выслушать. Мы иногда не дослушиваем просто до конца. Ну вот просто не слышим, что нам говорит человек. Из него полилось стоять. То есть... Да? Второй момент. Почему важно, чтобы человек, который высказывался, наконец-то высказал? Конечно. Чтобы у него схлынула волна. Вторая вещь, которая очень важна при решении конфликтных ситуаций, это расслабиться на самом деле. Не напряжься в обороне, пытаясь защититься, аргументировать. Да. Называется эта штука присоединение. Почему присоединение? Это же абстрагирование. Потому что это несогласие. Мы не соглашаемся с той ситуацией или с теми претензиями, которыми нам говорят, потому что действительно может совершенно быть неправ. Но мы присоединяемся и говорят, я тебя прекрасно понимаю. И именно поэтому давай сделаем наоборот. Это как такой поверхностный вариант, который может быть. Вот эта вот замечательная вещь великолепно работает. Кто восточными единоборствами занимался когда-то, принцип айкидо – это использование силы противника. Собственно, любой спорт, борьба, хапсагай – это все использование силы противника. И здесь вот эта та самая ситуация, когда мы с помощью присоединения обезоруживаем. И говорим, слушай, я тебя прекрасно понимаю, день тяжелый был сегодня. Прямо так и хочется порычать, правда? Да? Но это же не решает проблему. С другой стороны. Замечательно. Оль, отсюда вывод. Слушайте, у меня здесь большая, что вы вдумаете. У меня есть третий пункт. Так. Когда мы должны задать вопрос или выяснить? А, собственно, что происходит-то сейчас? Что произошло? Но правдиво же на него все равно не ответит человек. Он же не скажет, что ты меня раздражаешь просто очень сильно. Если это так. Я согласна. Но здесь тогда вопрос, насколько мы привыкли вообще так общаться. Да? И заводим ли мы этот процесс или нет? Потому что, конечно, когда мы живем 20 лет вместе, по принципу ни в коем случае друг другу правду не говорить, конечно, это либо прорвет, либо не прорвет. Но в другой момент, если мы хотим погасить конфликтную ситуацию здесь и сейчас, мы задаем вопрос. Скажи, пожалуйста, что конкретно ты от меня сейчас хочешь? Или что, скажи, пожалуйста, ты имеешь в виду, говоря, что я, блин, плохая жена? Вот поясни, какие критерии, по сути, ты мне выставляешь, да? Определись. Помните, когда дамы начинают донимать мужчин, они чего говорят? Мы хотим внимания. Ну да. Да? Критерии внимания, пожалуйста. Мужчина не может выполнить, нет критериев. Да. И мы начинаем говорить, значит, чтобы ты хотя бы раз в день позвонил. Он, там, раз в неделю сделал то-то, да? Он звонит раз в день, как у нас с мужем этот эксперимент мы проводили. Он звонил, говорит, так, ты мне сказал одну минуту, минута пошла. Все, минута закончилась. И никому удовольствия от такого общения нет? Оль, на самом деле для нас это была веселая ситуация в итоге. Мы посмеялись, поняли, что это совершенно не тот вариант, и начали искать другие пути выхода. Но это такое начало, которое позволяет в диалог вступать. Потому что на самом деле защищаться, аргументировать или доказывать свою позицию мы можем только после того, когда мы понимаем суть запроса. И только после этого мы аргументируем. Если есть чем. Если есть чем. И если есть в этом необходимость. Потому что не забывайте, у нас есть как минимум пять вариантов, каким образом мы можем поступить. И все зависит от данной конкретной ситуации. Слушайте, как хорошо технологии-то знать, а? Так, у нас одна минутка остается, для того, чтобы мы могли подытожить. А подытожив, я вам хочу сказать, чтобы решать конфликтные ситуации, нужно терпение, нужен здравый смысл, и нужна первая замечательная штука, которую все знают. Досчитайте до десяти, прежде чем вот так вот делать в ответ. Потому что это на самом деле очень реально позволяет услышать, что нам говорит человек, и действительно решать ситуацию, а не просто ее погасить. Вот. Это про конфликты. Ну и онлайн-школа ваша продолжается? Да, онлайн-школа наша продолжается. Поэтому welcome, приходите. Очень интересные моменты и очень интересные техники мы там обсуждаем. И в частности, кстати, как в прошлый раз я сказала, решение конфликтных ситуаций. А это очень важно. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Я надеюсь, что в следующий раз не менее интересная тема будет. Ну а вы не переключайтесь, у нас тоже много интересного. В нашем городе не так давно прошло очень интересное мероприятие. Интересно оно было и взрослым, и детям. А почему, вы узнаете прямо сейчас. Впервые в Якутске прошел показ новой коллекции школьной формы известного и любимого бренда. На подиуме можно было увидеть как сдержанную классику, так и костюмы, отвечающие всем современным трендам. И, конечно, не остались в стороне национальной мотивы. Действительно, космический какой-то размах на космических скоростях ТАШи развивается. Это здорово. Учитывая то, что это местная компания, но это та компания, которая демонстрирует, что границ на самом деле нет. Потому что все лучшее, что может предложить российский и мировой рынок, текстиля, фурнитуры и так далее, все ТАШи использует, создавая при этом свои собственные лекала и одевая детей во всех уголках республики. Мне кажется, это прямо здорово. И таких людей, конечно, лично я очень уважаю, вдохновляюсь их примером. Она изготавливает именно такие школьные формы для коллективов, именно для целых классов, которые несут какую-то свою имиджевую политику. Сегодняшняя коллекция, конечно, нас поразила. Она не просто поразила, она сразила, потому что коллекция потрясающая. Даже слов нет, чтобы передать, сколько труда вложено, сколько сил, сколько упорности, сколько напора. Коллекция, конечно, потрясающая. Мы восхищены. Смелые дизайнерские решения пришлись по душе родителям. А они-то уж точно знают, что больше всего понравится их детям. Мне нравится качество, мне нравится ткань, мне нравится пошивка, мне нравится дизайн. То есть это нескудная форма, она придает такой яркий стиль. И самое главное для матери, наверное, ткань. Есть стирка, есть носка, и ткани у нас, бывает, покрываются катышками. Но фирма Таши, я честно скажу и точно скажу, что катышек никаких нет. Внешний вид, конечно, очень тоже важен. Благородная форма. И, как вы видите, да, учитывается все модные, мне кажется, тенденции в форме. Спасибо Таше. Звезды показа тоже с удовольствием поделились своим мнением. Ребята по достоинству оценили то, что создавалось именно для них. Она яркая, очень красивая и оригинальная. Разнообразная, в ней удобно ходить. Здесь в школе точно не будет скучно. Когда я увидела эту форму, я обалдела. Ну, она очень красивая, своеобразная, удобная, вообще не пачкается. Эти костюмы, они разные, не одинаковые, разных цветов. Она очень яркая и классная, и в ней удобно, и не марается. Ну, мой костюм мне нравится цветом. У него тут очень красивый, милый бантик. Он очень милый. Все гости остались под впечатлением, и многие уже представляют, в чем их ребенок отправится в школу за новыми знаниями. Вот после этого милого, как все сразу сказали, сюжета, я очень рада представить вам хозяйку этого бренда, авторского Таши Скул. Татьяна Шишигина, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, девушка. Ну что, после таких вообще очень трудно вам было организовать этот показ? Или это принесло столько радости, чтобы ничего не было? Знаете, это смешанные чувства. Это был наш первый показ, премьера, конечно, это было очень волнительно. Мы хотели бы завести традицию и из года в год показывать все новые разработки, новые модели. Я сама как модельер, как конструктор, как технолог, я этим, от этого всего очень-очень обожаю свою работу, фанатею. Это вы видите так, да. И готова предложить все новые и новые модели. В этой же коллекции мы собрали именно пожелания родителей, детей. Здесь присутствуют национальные мотивы, вышивка. Даже, знаете, последняя модель прошлась, она была покрыта бисером. Это я сидела, все вышивала. Почему? Конечно, душой все. Была выполнена джинсовая коллекция с контрастной отстрочкой, была показана. Также у нас разные оттенки новые, синего, серого и нестандартные зеленые цвета пришли, бежевый, баклажановый. И они уже, они уже их уже спрашивают. То есть целью этого показа было показать, что школьная форма, это не есть скучно. Она может быть яркая, она может быть модной, современной. А самое главное, радовать детей. Потому что дети носят по пять дней, по шесть дней, неделю. И, конечно, они должны себя чувствовать очень комфортно. И в первую очередь, конечно, заботимся о них, я как мама говорю. За вашим брендом Таши скрывается имя, фамилия. И какой еще замысел? Знаете, все началось с того, что мне, все мои друзья меня называли Таши. То есть та, это Татьяна Ши, это Шишигин. Ну и как-то это все пришло ко мне легко. А недавно я узнала, что с тибетского переводится, вот недавно. Переводится как фортуна удачи. То есть такое приятное совпадение, не что-то другое, а вот именно то, что надо. Вот и наша торговая марка зарегистрирована официально в Роспатенте. То есть у нас все в этом плане, конечно, официально в порядке, идем дальше. В чем ваше отличие от конкурентов? Много, масса, я бы сказала, преимуществ. Потому что, во-первых, самое главное я бы хотела отметить, что мы как производители, мы не просто магазин, мы производители. Мы можем изготовить для вас любую модель. Обычно собираются дети, они рисуют все это, мы обсуждаем, корректируем где надо и запускаем. Просто это нужно делать заранее. Хотите круглый лацкан, хотите английский воротничок или цветной подзор в кармане, рамочка, листочка, да все что угодно. Хоть три регулятора, все что хотите. Мы даем возможность родителям, родительскому комитету самим выбирать для детей школьную форму. И дети очень принимают активное в этом тоже участие. Мы очень сильно стараемся, чтобы угодить нашим клиентам, нашим заказчикам, потому что мы вводим, знаете, интересные такие молнии вот сюда на сарафанчиках с гульфиком. Это моя личная разработка, чтобы даже первоклассники, они легко могли на физкультуру быстренько снять сарафанчик и тут же его одеть. И молнии бы не заедало. Также мы ввели интересные тоже такие ярлычки, вшиты в само изделие, где написано школа, класс, фамилия, имя. И после той же самой физкультуры дети, ну, ну, никак не растеряют свою одежду. Здорово. Да. Это очень здорово. Да. А преимуществ много. Если вы мне только дадите время, я буду говорить и говорить. Потому что, потому что, если мы одеваем всю школу, мы предоставляем 10 или 15 комплектов бесплатно. И сам родкомитет, они определяют, кому эти комплекты пойдут. Сиротам, погорельцам, у кого трудная ситуация и так далее. Вот это да. Да, это обязательно. Ну, и массу остальных мы, всегда подчеркиваю родителю, у кого нестандартные детки, они стандартные, это не обязательно полненькие, это может быть и рослые, руки длинные, или ноги дяди Степы, да. То есть такое бывает, в прошлом году у нас даже были брюки заказывали, 194-я Ростовка. Ничего себе. Вот это ноги у кого-то. Да, заказывали за небольшие, скажем так, деньги, но, скажем так, мы все выполнили, народ остался доволен, очень. А бывают дети, конечно, 56-й размер, росту 46. Обязательно это нужно учитывать. Обязательно. И поэтому мы всегда идем навстречу, мы всегда выслушиваем. Я лично всегда общаюсь с родителями, узнаю, что, где скорректировать, чтобы в дальнейшем мы с этим не сталкиваемся. Лично сами встречаетесь? Конечно, обязательно. Потому что, ну, то есть я универсальный солдат. Я должна знать, что у меня на производстве происходит, что у меня происходит в магазине. Я веду живой диалог со всеми посетителями, заказчиками. И все главное правильно проинформировать человека. Да, голова кругом, но это возможно. Главное, чтобы информация дошла до человека корректно. Да, не испорчена. А в целом школьная форма за и против. Вы взялись за это, потому что вы за. Но помимо того, что вы можете сами свои идеи превосходно реализовать, что еще вас подвигло на этот голос положительный в адрес школьной формы? Ну, очень много ведутся сейчас споров. Нужна школьная форма? Да. Не нужна она школьная форма? Ну, сейчас приведу несколько примеров. Во-первых, мы всегда тянемся за Западом. В Великобритании тоже самое взять. А в Англии, допустим, школьные формы не везде носят. Не во всех образовательных учреждениях, а только в элитных, с историей. Всем известно также то, что школьная форма, она дисциплинирует, она сосредотачивает, она стирает границы социального неравенства. Это да, понятно. Но я обычно привожу родителям такой пример, когда стоит острый вопрос. Это им недостаточно. Нужно обязательно говорить о том, что представьте следующую картину. Идет какое-нибудь городское мероприятие с участием школьников, или Олимпиада даже взять, Всероссийская Олимпиада, где с каждой школы приезжают ученики разных школ. И вот представьте, вот здесь стоят ученики, одетые в школьную форму, даже в парадно-выходную школьную форму. А здесь ученики, ну, в чем есть. Кто во что гораздо. Да, давайте назовем так, честно. Кто во что гораздо. Ну и получается, здесь спорить не надо, что фотографируют всегда детей в форме. Их всегда выкладывают на обложке журналов. На них всегда больше внимания им уделяют. Они даже солиднее смотрятся. И даже школа в лице этих детей смотрится благороднее. Так что можно уже говорить и говорить. А вот когда лучше заказывать школьную форму? Сейчас уже начать? Сейчас уже надо начинать, да. Ну, хоть мы и работаем круглый год. Мы принимаем заказы круглый год. Если вы хотите успеть к августу получить свою школьную форму, то об этом нужно позаботиться сейчас. Потому что, я объясню, если вы заказываете школьную форму, значит, нам нужно подготовить вам ткань, фурнитуру. А фурнитуру, если вы хотите, мы можем для вас сделать эксклюзивную, как у ФТЛ. У них вот пуговички эксклюзивные, проработанный дизайн. Вот здесь такие железные, написано ФТЛ. Ни у кого такого нет. Пуговицы мы им также даем бесплатно. Потеряли, пожалуйста, ребята, берите. То есть, заказывать нужно обязательно, конечно, заранее. А если ребенок вырастет в том момент? А мы всегда это учитываем. Да, это самый распространенный вопрос. Если ребенок вырастет, нам нужно собрать данные. В апреле месяце, грубо говоря. Мы собираем, мы рассчитываем километраж ткани, мы рассчитываем всю фурнитуру и делаем запас на тех заказчиков с расчетом на то, что ребенок может вырасти. Это обычно происходит с мальчиками с 7, 8, 9 класс, которые едут летом к бабушке. Сто процентная гарантия, что они приедут, их не узнаешь. Здорово. Ну, у вас есть, я знаю, еще доброе слово к нашим телезрителям. И сразу после рекламы это доброе слово будет сказано. А мы возвращаемся к нашему автору и хозяйке бренда Таши Скул Татьяне Шишигиной. Ну и напоследок, конечно, мы все ждем ваших слов в адрес нас, родителей. Может быть, что-то напутственное. И как нам сделать, чтобы наши детки были такими стильными и довольными? Очень хочется сделать школьную форму яркой, красочной, чтобы она нравилась и детям, и родителям. И посоветовать, и даже, знаете, как направить. Пожалуйста, принимайте активное участие на собраниях. Убирайте школьную форму. Не важно, на класс это или на всю школу. Это очень важно для наших детей. Обязательно это нужно делать заранее. Еще раз хотела бы повторить. Сейчас мы готовы принимать и разрабатывать даже модели, которых у нас нет. Все ваши задумки мы готовы осуществить. Отшить образцы. Все, что угодно. Спасибо вам большое. Будем ждать вас еще у нас в гостях. Спасибо. Ну а мне хочется сказать о том, что, перешагивая некий рубеж, каждая женщина прекрасно понимает, что ее мировоззрение изменилось. В первую очередь, это касается ее внешнего образа, созданного ею. Мировые стилисты создали целый список аксессуаров, которые подойдут самодостаточным, состоявшимся в жизни женщинам. Они могут стать необходимыми изюминками созданного образа. Главным залогом успеха будет даже не точное выполнение всех рекомендаций стилистов, а качество приобретаемых вещей. К ним относятся сумки, перчатки, платки, палантины, зонты, шапки и шляпки, разнообразие аксессуаров и даже обувь. Женщина не должна на себе экономить. Все аксессуары просто обязаны быть высокого качества. Тогда они сыграют свою важную роль в создании образа. Умная женщина всегда прекрасно знает, как подчеркнуть собственную индивидуальность, как эффективно, эффектно выделиться из толпы. У нее есть свой неповторимый стиль. Ну и как раз стильные аксессуары можно найти в магазине итальянского бренда «Элеганза». Адреса вы видите на своих экранах. Ну а сейчас мы хотим напомнить о том, что придумала для нас хозяйка вкусной шкатулки. Да, я хочу напомнить о конкурсе, который мы объявили в начале передачи. Мы разыгрываем вот эту шкатулку сегодня. Сегодня вам нужно угадать, кто придет буквально через несколько минут в рубрику «Шкатулка вкусных рецептов». Даю еще одну подсказку, потому что ответы уже приходят, но неверные. Это творческая личность, звезда якутской эстрады. Имя которой было когда-то связано с кулинарией. Многодетная мама, у нее четверо детей. Ждем ваши ответы. Заинтриговала. Но не меньше интриги, кстати, ждет нас в рубрике «Ваш доктор», потому что там появится очень нами ожидаемый врач. С наступлением весны нашему организму не хватает некоторых микроэлементов и витаминов. А каких именно нам не хватает, нам сегодня расскажет наша гостья, врач-адагринолог Лена Ахатовна. Добрый день. Добрый день. Прекрасно выглядите, мы вас так ждали. Здравствуйте еще раз. Должите, а нужно ли пить вообще витамины или не надо в профилактических целях? Да, ну, проблема гиповитаминоза, конечно, сейчас встречается часто, да. То есть дефицит относительно каких-то витаминов может быть протекать даже без каких-то симптомов, да. Поэтому, особенно учитывая наши климатические условия, да, в зимнее время все-таки я рекомендую принимать для профилактики, да, комплексы витаминно-минеральных комплексов. А почему вообще может не хватать витаминов? Ну, конечно, вообще, если неполноценное питание, да, у человека, то есть постоянно на каких-то строгих диетах сидит, да, или не получается с продуктами какие-то микроэлементы, может возникнуть гиповитаминоз. Также может быть при заболевании желудочно-кишечного тракта, когда нарушение всасывания идет, да, в организме, вот, из-за этих причин. А как определить у себя? Можно вот какое-то, не знаю, упражнение показать нам, как себя пощупать, в каком месте, что сказать там? К сожалению, такого нет, да, ну и вообще клинических симптомов, они очень стертые. То есть это может быть такие симптомы, как утомляемость повышенная, да, особенно в весеннее время бывает гиповитаминоза. Повышенная утомляемость и получается основной. Да, да, как правило, так получается. И можно, конечно, сдать на анализы, то есть это микроэлементы, витамины, но они достаточно дорогостоящие вообще идут. Самый популярный это витамин D сейчас. На него сейчас настоящий бум, да, прям говорят, что он еще как для профилактики рака, стерилизмозудивных заболеваний. Да, вообще витамин D вообще считается витамином-метаболиком. Он влияет на все механизмы обмена веществ, участвует в жировом обмене, в углеводном обмене, да. И при дефиците витамина D, да, могут развиться такие заболевания, как сахарный диабет, как и первое, так и второго типа, да, ожирение и заболевания репродуктивной системы. То есть этот витамин очень необходим. А сколько витамина D нужно для человека и в каких продуктах он содержится? А вообще витамин D, ну, суточная доза необходимая организму 600 международных единиц, да. Что это значит? Это примерно 100 грамм жирной рыбы содержится, ну, это суточная доза. Либо эту дозировку мы можем получить под солнцем, да. То есть если у нас руки и лицо будут открыты в течение 10 минут, эту суточную дозу мы можем получить вот от солнца. Так легко и просто? Да. То есть если я буду стоять под солнцем? Ну, естественно, не должно быть никаких кремов, да, с СПФ. Если эти СПФ выше 10, то витамин D уже не будет вырабатываться. А сейчас ведь во многих кремах, по-моему, СПФ же есть. Да. В каналах, как и все. Ну, достаточно 10-15 минут, чтобы не переборщить тоже. А можно я спиной к солнцу буду стоять? Можно. В общем, не важно чем, да, можно ноги вытянуть под солнцем на балконе. Хорошо, оптимистично. Вот, еще нужно обязательно учитывать, что вообще витамины очень обязательно, как бы неотъемлемой частью, чтобы витамины хорошо усваивались, да, должна быть физическая активность. То есть уже научно доказано, что люди, которые ведут малоактивный образ жизни, которые мало двигаются, да, витамины, к сожалению, не работают так, как положено. Они не всасываются так, как, допустим, у человека, у которого есть физическая активность достаточная. То есть это необходимые условия. Помимо того, что мы должны их принимать, мы должны еще активничать, да? Активничать должны. А вы могли бы оценить состав нашего сегодня витаминного коктейля? Да, может быть, мы с вами пройдем за стойку на нашу кухню. Давайте пройдем. Да, у нас там сегодня есть лимон, огурец, имбирь, орехи, мед. Вот какой продукт из них самый полезный? И вообще, вот это сочетание, оно хорошо или там важна градация какая? Какой? Так, мед получается у нас. У нас здесь мед, грецкие орехи, арахис, лимон, имбирь и огурец. Ну вот, допустим, в меде очень большое количество витамина С, да? Там витамины группы В содержатся. В орехах очень большое количество полиненасыщенных жирных кислот, да? Тут очень высокий процент полезных веществ, таких как витамины группы В и С тоже, да? Сочетание меда с орехами можно как бы, да, для профилактики тоже витаминоза в весеннее время. Но мед, к сожалению, полезен не всем, да? Аллергический принцип? Либо, ну, у кого есть аллергия или с избыточным весом мы не рекомендуем. Если есть инсулинорезистентность или сахарный диабет, то мед вообще, в принципе, противопоказано. А если он там минимальный в каком-то количестве? Ну, если вот эти заболевания имеются, то, конечно, мы вообще не рекомендуем. Совсем противопоказано, да? А скажите, пожалуйста, какие группы витаминов вот здесь мы можем пополнить сегодня? Ну, витамины группы В, С здесь есть, витамин фолиевая кислота, да, витамины Е, А в этих продуктах содержатся. Ну, в лимоне, естественно, витамин С, да, и, ну, здесь получается клетчатка. В огурцах? Калий, да, калий содержится в огурцах в большом количестве. Для сердца тоже полезно. Для сердца полезно. А вот мед и орехи, они же очень калорийные, да? Очень калорийные, поэтому... Но вкусные же. Но вместе с тем полезные же все равно. Может, там горстку, да, прям... Ну, в небольшом количестве орехи вообще 5-6 в день рекомендуется, не больше орехов. А для мужчин они полезнее, чем для женщин, да? Очень полезно. Да, сочетание меда с орехами для мужчин очень полезно. Понятно. Так, ну, с вашего позволения вернемся на места и давайте продолжим наш разговор. Дело в том, что витамины... Почему самый первый вопрос прозвучал от Алины? Что нужно есть? То есть нужно ли употреблять комплексы витамины? Дело в том, что существует еще такое мнение, что можно есть продукты богатые, витамины, и все прекрасно себе возмещать без всяких принципов. Ну, в принципе, да, я тоже сторонник того, что, ну, если мы полноценно, сбалансированно будем питаться, то все витамины и микроэлементы мы будем получать с пищей, да? И дополнительно постоянно принимать витамины тоже не стоит. Есть такие пациенты ко мне приходят, они принимают витамины круглый год. Это тоже, передозировка тоже опасна, как бы, да, гипервитаминоз можно. А чем? А чем опасна? Для детей, например, передозировка витаминов чем может? Как и для взрослых, так и для детей гипервитаминоз тоже имеет свои... Выпадение волос? ...свои последствия, и достаточно тяжело потом корректировать, если гипервитаминоз произойдет. Сейчас на весеннее время что нам нужно сейчас делать? Сейчас комплексы можно, которые содержат сразу и витамины, и минералы, да, поливитамины можно принимать и детям, и взрослым, ну, курсами по месяцу в среднем. А может ли случиться так, что, в общем-то, полноценное питание, ну, как считают родители, на всяком случае, такое разнообразное питание, и туда входит много витаминов и полезных микроэлементов, и в то же время дается еще и детский витаминный комплекс ребенку. У него витаминоза на этом фоне не будет случайно? Наоборот, нет витаминоза, гипервитаминоза. Нет, если весеннее время курсами давать, то, в принципе, гипервитаминоза не должно быть. А мне, в принципе, про витамин Д интересно. У нас у всех недостаток, да? Да, вообще, вот сколько я на анализы пациентов не отправляла, я еще не видела ни одного анализа, чтобы пришел с нормальным уровнем витамина Д. У всех либо дефицит, либо умеренный, либо выраженный дефицит, и поэтому... Ага, вот про витамин Д же говорят, еще там омега, с этим нужно все пить, да, омега-3. Его круглый год можно пить? Его желательно принимать курсами по 3 месяца. Если нет увеличения щитовидной железы, то профилактическая доза 150 микрограмм. Один раз после еды. А почему после 40 нельзя? Ну, потому что увеличение щитовидной железы после 40 лет уже не происходит. Поэтому там уже чисто питание. То есть морские водоросли, да, они самые богатые по содержанию йода. Да, в общем, ешьте морскую капусту и водоросли, все будет хорошо. Получается. У вас есть еще несколько секунд для того, чтобы сказать хорошее что-то для наших родителей? Конечно, хотелось бы пожелать, чтобы все заботились о своем здоровье, чтобы оценивали уровень своих витаминов, да, также для профилактики и больше занимались физически. Потому что сейчас физически, к сожалению, достаточно малое количество народу занимается, да. Физическая активность самое главное для профилактики в будущем, да, всех заболеваний. Спасибо вам большое за ценные советы. Мы надеемся их применить в жизни. Спасибо. До свидания. Ну что, не зря держу я в руках вот эту вот волшебную шкатулочку. Дело в том, что у нас сегодня, не то что сегодня, уж через несколько минут мы узнаем имя победителя, того самого, кто эту шкатулку вкусную получит в подарок. Ну а расскажет об этом, равно как и покажет нам все секреты и также представит свою гостью, которую мы сегодня так славно угадывали, наша хозяйка вкусной шкатулки. Ну что, много ответов у нас поступило на конкурс сегодня. Значит, кого только не упомянули. Иннокентий Тарбахов, Александра Старостина, Варя Аманатова. Но правильный ответ тоже было очень много после второй подсказки. И сейчас мы узнаем, кто же это, этот гость. Я приглашаю в студию многодетную маму, звезду якутской эстрады, певицу Пашу Бояркину. Здравствуй, Паша. Очень рада тебя видеть. Здравствуйте, я тоже. Правильных ответов было много, но первый, кто угадал, это у нас Прохорова Наталья. Поздравляем вас, Наталья. Мы обязательно на вас выйдем и сообщим, откуда и когда забрать ваш приз. Поздравляем. Так, Паша. Так, ну что, я готова уже вручать вам, потому что вы должны, как это, убедитель без подарка не может обойтись. Это приз. Здравствуйте. Это приз, который мы вручим обязательно в эти дни. Паша, расскажи, как тебе удается с четырьмя детьми управляться? У тебя, видимо, няни есть, помощники. Конечно. Ну, я сама прям в шоке, да, иногда, то, что я могу так сказать. Я прям даже не думала, что у меня будет прям так много детей. И на самом деле с первого раза кажется, как будто вообще это никогда невозможно успеть, ничего, да. Но как тайм-менеджмент сейчас очень модно, да. Если выработать какой-то свой график специальный, да, со школы забрать, ну, допустим, я это все сама успеваю делать, да. И я сама тоже гиперактивный человек, как говорится, да, гиперактивная мама. И мне всем этим заниматься очень нравится, да. То есть забрать со школы в садик, да, ужин, дневной сон обязательно детям. Вот как раз мы видим фотографии на экране. Да, дневной сон. И также потом день очень быстро и интересно заканчивается. А как начинается утром многодетная мама? Да, естественно, я как просыпаюсь, дочка у меня ходит в школу, первый класс. И вот с этого и начинается, начинаю будить, смотреть там, какие, допустим, расписания, да. И идем пешком, мы очень рядом живем. Возле школы живем. Да, в этой школе живем и с ветерком так говорим. А у тебя дочка и трое сыновей, да? Да, дочка и трое сыновей. Сколько младшему? Младшему пять месяцев будет. Ой, какой младший. Паша, ну, несмотря на то, что у тебя четверо детей, ты так отлично всегда выглядишь. Спасибо. Давай сегодня мы с тобой приготовим напиток витаминный, весенний. Который нам тоже поможет все. Да. И жиросжигающий, да? Полезный. И полезный. Кладезь витаминов, да. Для этого напитка называется напиток вода сасси. Для него нам потребуется один огурец. Ну, тут слишком большой, мы возьмем половинку огурца, тертый имбирь. Я буду помогать, да? Один лимон, да. И тогда, Паша, можешь взять огурчик и порезать его тоненько на кружочки. А я в это время возьму лимон и тоже буду резать его на кружочки. Нам с тобой, Алина, ничего здесь не доверят. Мы посмотрим, да? Мы посмотрим. Мы потом попьем зато. Вы можете листики мяты немножко пять, чтобы вот сюда кинуть. Ой, ты же так ответственная, я даже болею. Сейчас очень модно такие различные, да? Я в Инстаграме вижу, постоянно делают мамочки. Вот, кстати, про детское питание, Паша. Может быть, ты нам, нашим мамочкам, посоветуешь, когда делать прикорм первый для маленьких детей? Что первым можно давать до года? До года вообще, да, советуют врачи, допустим, когда выписываешься прямо с роддома, говорят, да, 6 месяцев, как бы, чисто грудное скармливание. Но тут зависит от мамы. Здоровье мамы там решают, если там, да, допустим, занятая мама, допустим, как я, нужно все равно добавлять прикорм уже с 5 месяцев. Это получается пирюшки, да? Пирюшки, да. И если ребенок съел или довольный, если с настроением, нужно вот чувствовать, что он именно хочет. Потому что у меня и третий сын, 2,5 ему, да, и я прям, он не все съест. Дочка тоже у меня вроде бы 7 лет, да, все съест, да, нет, тоже все выборочно. Допустим, мы любим все, укроп там добавить, да, второе, если делать, да, специи различные, чтобы ароматнее или вкуснее было блюдо. Дети любят это? Нет, не любят. Нет, вот именно, все ПП надо, оказывается, вот Диане, вот Диана отдельно, Миша отдельно, и слава тебе, господи, что сын старше, 13 лет, ему, да, он все ест. Это потому что он вырос. Он вырос, да. Они начинают кушать до этого времени. Да, они прямо капусты, когда вот плавает чейн, борщ, да, делают, вообще ничего не любят вот такое вот, и приходится вот самому, все есть, да. А какое любимое блюдо вашим детей? А дети меня любят, ну, как ни странно, да, ну, просто я недавно, когда вот ходим именно в ресторан, да, они, как ни странно, любят эту картошку фри. Не любят, 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 а что тут странного, все любят, дети, все это. И вот я недавно научилась делать картошку фри для меня, ну, как бы я там не супер готовлю, как у вас, да, на странице, там, я прям зашла и такая, о, у меня слюнки потекли, да, но, тем не менее, сейчас, слава тебе, господи, есть и Ютуб, да, если хочешь что-нибудь сделать, говорят, мама, сделай, пожалуйста, вот смотришь, ага, вот, и учишься. Хорошо, да. Так, как дальше у вас потекает? Так, берем теперь, графила у нас есть. Я туда все сделала, как ты просила. Правильно, мята у нас тут уже есть, выкладываем сюда лимон. То есть ничего давить минимум? Нет, мы ничего не давим, прямо так. Это очень простой напиток, который доступен для всех. И огурчик тоже туда же. А я думала, ты в блендере будешь, нет? Нет, здесь ничего делать не нужно. Слушай, ну это же великолепно. Мы просто его сейчас зальем водой и все, и вот добавим еще чайную ложку имбиря. Так, имбирь. Нет, мед мы не добавляем. Почему, ты передумала? Мед у нас уже другой десерт будет. А, с орешками, да? Да, если мы успеем. Так, имбирь. Кстати, имбирь очень полезный, аромат такой. Имбирь это как раз жиросжигающий же самый продукт, да, который обмен веществ прямо... Подстегивает. Подстегивает. Вот, добавили листики мяты, лимон, огурец и тертый имбирь. И заливаем все это чистой водой. Два литра. И диетологи рекомендуют выпивать эту воду с самого утра. Стакан натощак. Восемь стаканов воды в день. А подскажи, пожалуйста, если, ой, если вдруг все это вот захочется мне взбить в блендере, смогу я это сделать? Это вкусно будет? Ты должна знать, что... Я, конечно, не пробовала, но я думаю, что, наверное, можно почувствовать. Да, вообще красиво. Можно с собой наработку взять, да? Да, и наработку можно сделать. Это и полезно, и красиво. Столько витаминов у нас здесь. Мята успокаивает. Лимон, витамин С. Огурец, что, моченобная, да? От отеков. Ох ты, все предусмотрела. И имбирь. Ну, имбирь, главный жиросжигатель. Вот это мы отправляем в холодильник. Он должен у нас, ну, обычно готовится с вечера, и утром можно уже его... Без сахара. К употреблению, да, без сахара. Мы, возможно, сейчас, наверное, попробуем к концу эфира. Давай попробуем 3 минутки есть еще. К концу эфира, да. С медом, потому что мед нам всем тут можно, как вы выяснили. Мы его любим. С медом. Что мы делаем с медом? Мы берем такую стеклянную баночку, выкладываем туда орехи. Ну, любые, какие хотим, да? Любые, наверное, да. У нас здесь есть грецкие и арахис. А если арахис, допустим, дает аллергическую реакцию, можно взять что-то? Да, люблю. Какие? Грецкому ореху все подходят остальные? Семечки тоже подходят? Вот насчет семечек я не знаю даже. Обычно делают именно из грецких орехов. И арахиса. Это фундук. Фундук. Просто слоями вот так вот сверху. Как алтайский мед. Да, перенесим. Так, мы уже есть хотим тут, пока она... Она все делает. Паша, какие планы творческие у тебя? Может быть, песни какие-то новые записываешь? Может быть, клип какой-нибудь уже снимается? Да, есть очень желание. Как говорится, есть желание, нужно делать, да? Как бы ни в чем себе не отказывать. Конечно, сейчас у меня маленький ребенок, молодец, да? И все внимание на него и вообще на детях, да? А творчеством, конечно, я буду заниматься. Да, сейчас ведем разговоры с Василием Борисовым. Ух ты, да, месяц уже практически. Клип снимать будете, да? Ну да, мы хотим снять клип. А скажи, пожалуйста, у нас вот красной линией проходит тема конфликты. Как ты с ними справляешься? Как тебе удается их загашать? Или просто не попадаешься? Ну, конфликт, любой конфликт, он должен, если у тебя лежит этот, да, допустим... Претензия. Он не должен, да, претензия какая-то, она не должна у тебя в душе оставаться. А как-то корректно, надо аккуратно человеку все равно сказать свое мнение. А если ты изменишь свое мнение, может быть, дело не в нем, а в тебе? Может быть, претензия не обоснованная? Ну, в себе тоже копаться, да, женщину вообще не советую, да, потому что мы это очень любим. Как раз я сидя дома все перечитала, и парапсихологию, да, и психологии в отношениях. И я думаю, все равно женщина должна просто жить. Да, и украшать этот мир. Да, да, украшать этот мир. Да, и воспитывать, да? Да. Какая прелесть. Да, вообще. А сколько ложек в день можно вот этой прелести скупать, чтобы для талии... Вот посмотрите, что у нас получилось, это орехи с медом, просто их сверху залили, и все. Теперь, значит, маленьким детям только чайную ложку в день, по-моему, можно. Взрослым детям уже... Ой, взрослым! Можно побольше. Это особенно актуально сейчас, весенний период, тоже витамины. Так здорово. Ну что, я надеюсь, что сегодняшний эфир был плодотворен. Большое спасибо за то, что в своем плотном графике, несмотря на количество такое детей, ты сумела прийти и нас подбодрить, и даже поделилась секретом. Может быть, мы успеем? Не успеем уже. Пашу попросить спеть буквально несколько строчек, ну одну хотя бы. Да, чуть-чуть. Успеем, да? 20 секунд. Давайте раз. Спасибо большое за то, что пришло в эфире. Ну что, до встречи в эфире. Я надеюсь, что наша программа для вас хороша. Спасибо.